Друзья мои, всем салют, это я Романович, и сегодня у нас с вами новенькие уши Xiaomi с AliExpress, дочернего предприятия Xiaomi с AliExpress, которые должны закрыть вопрос в пределах 8-10 тысяч рублей. Так, я дико сильно надеюсь, что китайцы прислали два разных цвета, потому что они есть в белом варианте, есть в черном варианте. Сразу вам скажу, что ссылка будет в описании под роликом. Цена должна быть максимально вкусная, там есть купончик, обязательно обращайте внимание на купоны продавцов, и этот купон, кстати, позволяет скинуть 2200 рублей примерно, и они выходят даже сейчас еще без стартовавшей распродажи, по не очень такому прям приятному курсу, они выходят где-то около 9200 рублей. На распродаже, скорее всего, меньше девятки их ищите, поэтому обязательно нырните по ссылке в описании, я их сразу, наверное, две оставлю, потому что китайцы, как всегда, в своем магазине наплодят этих ссылок, хер поймешь, куда идти, там наличие такое количество, здесь наличие такое количество, но лучшая цена будет в любом случае в описании под роликом. Здесь черный вариант, да, так, а нет, подождите, здесь белый вариант, о, белый это прям вообще огнище, вот, и есть вот такой вот кейс, кстати, вот эта вот посылочка приезжала напрямую из России, вот, то есть у них еще есть клады в России, буквально там за 5 дней, по-моему, все это дело добралось до меня, то есть не обязательно из Китая ждать там около месяца, это оказывается уже у нас черный вариант, все, огромное спасибо китайцам. Слушайте, нам с вами осталось в данный момент определить, какой мы будем распаковывать, наверное, все-таки, все-таки я бы за белый вариант проголосовал, слушайте, прям очень круто смотрится, потому что черный, он тоже симпатичный, но он более такой, какой-то банальный, да, а белые не часто наушники встретишь, и вот мы их распаковываем, а черные давайте разыгрываем. Максимально простые условия будут, но только в этот раз давайте проведем розыгрыш в телеграм-канале, то есть спускаетесь, ссылка будет в описании, или просто это называется телега Романоча, заходите, подписывайтесь, и как только этот ролик выходит, там в телеге я пощу, следующий будет пост после этого с розыгрышем, там достаточно всего лишь будет нажать одну кнопку, участвую, все, и бот автоматически спустя две недельки определит победителя, я никоим образом вообще не вмешиваюсь, бот сам делает этот рандом, выбирает победителя, ну и, соответственно, он потом в этом же посте и высвечивает. OneMore компания, с которой я лично знаком уже, наверное, ну года два примерно, да, это самая жирная модель OneMore, которая у меня была на обзоре, да и вообще, по-моему, которая выходила, то есть в пределах десятки они уши никогда не выпускали. Первое, что хочется отметить, китайцы очень-очень хорошо подошли к упаковке, слушайте, обычно это всегда по-простецки, у любых китайцев, те же самые, там, берем OnePlus наушники, Xiaomi, это максимально просто, здесь ребята заморачиваются. Небольшой, на самом деле, кейс, что отрадно, 28 часов нам обещают, что они смогут играть, то есть 28 часов это вместе с кейсом, если мы берем отдельно уши, то здесь нам говорят, что 8 часов. К сожалению, китайцы не конкретизируют, типа, это с шумоподавлением, это без шумоподавления, скорее всего, с шумодавом, потому что если 28 часов без шумодава, ну это совсем неинтересно. Это хорошо, это хорошо. Стилевый кейс, ничего нового, но при этом вот золото, вот умеют реально китайцы здесь с тобой заигрывать. Через Type-C все это дело заряжается, есть индикатор и вот они сами ушки. На самом деле, очень небольшие крапинки. Давайте сейчас, наверное, прям сразу с вот этих вот дефолтных амбушюр, которые здесь стоят, попробуем залететь, право-лево, посмотрим, насколько они удобны. Но обычно я, конечно, амбушюры под себя подгоняю. Слушайте, ну такое ощущение, что это даже, возможно, и мое. Это мое. Это по ощущениям максимально аккуратно. Здесь полностью сенсорное управление, но опять же, вы понимаете, да, там ценовой сегмент 8-10 тысяч рублей, какие здесь могут быть другие управления. Есть плей-пауза, когда мы с вами достаем. Потом, что еще, что еще? Арматура, арматура, с которой мы сейчас с вами познакомимся, подробнее в характеристиках, как это все у нас пишется. Но сначала постараемся заглянуть в комплект. Я не знаю на самом деле, что здесь стоит особо сильно смотреть. Через Type-C заряжается фирменный. Кстати, он подлиннее, чем обычно. Не такой короткоствол. И вот в пакет накидали амбушюр. Сами китайцы, их батлят, получается, соньками VF1000MX4, с Samsung Galaxy Buds Pro и с вот этими ушами B&Q или B&Q B-Play. Короче, я не знаю, такие уши, видать, какие-то максимально такие для внутреннего рынка американские. И якобы, вот по некоторым параметрам, они либо ровень-ровень идут с флагманами, их китайские уши, вот эти вот OneMo, EVO. Или в некоторых моментах китайцы их якобы вытягивают. Ну вот, к примеру, у них есть быстрая зарядка, у китайцев, у OneMo. За 15 минут зарядки 4 часа проигрывания. У Sonic якобы за 5 минут зарядки всего лишь 1 час проигрывания. Есть также, вот типа, вот здесь преимущество и у Sony. Китайцы хотят быть максимально откровенными и честными. То есть при включенном шумоподавлении работают Sony 8 часов и в целом 24 часа. Если выключить шумоподавление, работают якобы 12 часов и 36 вместе с кейсом. Здесь же у китайцев ситуация немножечко хуже. 5 часов они работают все-таки с включенным шумоподавлением, а значит китайцы, указывая свои 8 часов, вот специально нас ловят на эту удочку. И 20 часов вместе с кейсом шумодавом. Если шумодав обрубаем, то получаются те самые цифры 8 и 28. Ну короче, якобы это прямой конкурент вот этих вот Sonic. И как бы в принципе, да, когда смотришь вот на эти цифры, на вот эти вот все графики, то можно, наверное, в целом предположить, что оно действительно так и есть. Во-первых, 10 миллиметров диаметр мембраны плюс балансит арматура. Также, как я вам и говорил, беспроводная зарядка. 6 микрофонов, между прочим, для кристально чистых вызовов. Есть приложение, называется оно Sound ID. Мы с вами обязательно им воспользуемся. Можно сразу два устройства подключать. И получается один смартфон, точнее два смартфона могут сразу играть на одни уши. Ну и наконец-таки, наконец-таки, IPX4 защита. Ну что, друзья мои, прошло больше недели с того момента, когда мы здесь с вами все это дело распаковывали. И я ушел на недельные тесты и плюс прогрев. Потому что, почитав форумы, почитав отзывы на Алиэкспресс, там говорят, типа, ну греть надо обязательно. Но без прогрева это вообще просто какая-то залупа тушеная. И я решил, что будем делать так, как по рецепту говорят китайцы. Я зашел в приложение OneMore. Здесь есть специальный такой раздел, называется смарт-тестирование. Это как раз-таки тот самый прогрев. И чтобы вы понимали, времени он занимает просто до хера. Первый этап длится 12 часов. Так еще они рекомендуют, что в этот момент надо ушам давать передохнуть. Не ушам, а ушам. Типа, вот, я имею в виду наушники. То есть они где-то греются там 3-4 часа. А дальше ты их должен положить. Они остывают. При том, что на сотке по громкости греть не надо. Вообще это опасно. Надо ставить где-то примерно процентов 70 громкости. И вот как раз-таки запускать эту всю херню. И делать паузы. Иначе катушки можно повредить. Короче, много всяких вот таких вот предубеждений, советов от китайцев. Я это нагрел. Плюс также начал еще проигрывать музыку потихонечку. Думаю, чтобы они как бы меха свои распрямили. Потому что когда прогреваются, очень странные просто звуки издаются. Там нет такого, что какие-то мелодии играют. Нет. Просто там то ли ультразвук, то ли еще что-то такое. Короче, вот таким образом выглядит прогрев. Последние дня 3-4 я их грел уже исключительно музыкой. И вот сейчас они преисполнились. И мы с вами можем подойти к тестам. Понятное дело, что через камеру, через микрофон очень будет тяжело это передать. Но так вот-вот. Немножечко вас напитать атмосферой, мне кажется, стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Я к вам залетаю с небольшим постскриптумом уже после самого обзора. Сейчас скажу важную вещь и дальше продолжите смотреть обзор. Дело в том, что первые тесты, первые дни я гонял OneMoreEver на Poco F4GT. И мне дико не хватало громкости. Я начал шерстить форумы, я начал шерстить отзывы и я был не один такой. Многим, кому приходили эти уши, говорят, что типа, блин, не хватает громкости. А другие люди сидят и удивляются на форумах, говорят, блядь, ребята, что вы несете? Какая громкость вам, чего вам там не хватает? У меня типа там даже на 80% уже уши охеревают. И как оказалось, эти уши восприимчивы к некоторым девайсам. Poco F4GT и OneMoreEver это херовый коннект, прям 100%. Но при всем при этом, что интересно, OnePlus Ace и OneMoreEver идеальный коннект. И здесь вам 100% громкости хватит. Ну и то же самое у меня произошло на айфоне. То есть я с Poco F4GT слез на свой айфон 13 мини. И там тоже охерел от того, что громкости реально запасом. Поэтому теперь я со 100% уверенностью могу сказать, что с OneMoreEver все в порядке. Здесь громкость реально запасом. И скорее всего на сотки вы их навряд ли будете слушать. Видите, какой прикол? LDAC активирован в данный момент. Но при всем при этом, он считывает все это дело как AAC кодек. То есть когда-то здесь, там с недельку назад, прям писался LDAC. Больше я здесь LDACа не видел. Не знаю вообще, как его можно сюда назад препарировать. Но пока есть такая проблема. Теперь что касается звука. Значит смотрите, какая херня. Если ты его просто слушаешь стоковый. То есть вот просто там, не знаю, подцепил наушники, не скачивая из приложения OneMore. То это будет просто хорошо. Но когда скачиваешь приложение OneMore. Заходишь вот сюда и выбираешь либо SoundID, либо пользовательские настройки. SoundID это такая херовина. Где тебе предоставляется около 8 разной жанровости треков. Ты любой выбираешь под свой вкус. То есть что тебе больше нравится там, джаз, рок, поп. Выбираешь композицию. И после этого тебе она воспроизводится в двух разных вариантах. И тебе надо нажать либо А, либо Б. Тест буквально за две минутки. Ты проходишь где-то там примерно около 6-7 этапов. И после этого все, что ты выбрал, все твои отвеченные варианты. Синхронизируются в один. И у тебя получается твой аудиопрофик. И уже вот как раз таки на твой вкусец, на твой лад. Начинает играть все, что ты здесь дальше поставишь. Не нравится тебе твой SoundID. Заходишь в пользовательские настройки. И здесь играешься эквалайзером. Как тебе реально душе угодно. При том, что эти вещи все можно сохранять. Там называть по-разному. То есть на самом деле кастомизация этих наушников на уровне. То есть если ты берешь какие-то обычные Xiaomi. Вот классические. Совсем недавно мы с вами тестили. Что там было? Xiaomi, Buds, 3 Pro по-моему. Или как-то они так назывались. 4 Pro вам сейчас уже должны выйти. Там, блядь, какое-то приложение. Xiaomi Mi All. Ты, блядь, что-то там пытаешься сделать. Но оно все полностью на китайском. Здесь же у тебя все на русском. Все прекрасно. Есть и на iOS. Есть и на Android. Приложение, которое еще и под тебя все это дело прослушивает и подстраивает. Ты втыкаешь и просто погружаешься. Это дикий кайф. На самом деле вот сочности этим наушникам не хватало до той поры. Пока я через Sound ID не настроил свой профиль. Все, настраиваю свой профиль. Идеально. Примерно 90% треков, а это уже хороший процент, просто вот залетают как вот пуля. То есть ты такой, блин, да, это то, что нужно. Алло. Да, я сейчас, получается, прибавляю максимально громкость для себя, чтобы тебя тоже хорошо слышать, потому что у меня где-то было меньше половины. Вот, смотри. Значит, уши стоят, получается, ну 9 тысяч рублей, будем говорить. То есть вот 9-10 тысяч рублей стоят уши. То есть мы же здесь ожидаем за 9-ку, за 10-ку, ну микрофоны прям на таком должном уровне, да. Понятно, что это не сравнится с тем, что когда здесь кочерыжки торчат, все-таки есть направленность микрофона, это всего лишь затычки. Ты как будто на громкой связи. Но при этом телефон недалеко от тебя. Грубо говоря, вот ты на зеркало поставил и зубы чистишь, типа вот такое небольшое расстояние. И это неприятно, то есть очень такой грубо, резко, не за 9 тысяч звук. Но слышно тебя хорошо, они громкие, но, блин, неприятно. Вот недавно же мы тестили именно ретмики Buds 4 Pro, которые вот мне по звуку не понравились. На микрофон там был вот прям, помнишь, прям ай-яй-яй. Увидишь, а сейчас ты говорить стал немножечко тише и более-менее нормальный звук. Ну вот видите, как итог, Ильична сказала, что он слишком резкий. То есть, типа, если ты громко говоришь, то это вообще, конечно, задница. Но в наушниках, когда ты, наверное, ты громко, ты сильный говорить и не будешь. Но опять же, улица, вот это вот шум машин, это тоже нехорошо. То есть, получается, как-то они не выравнивают тот звук, который в них идет. Вот, и в целом мы за время тестирования в 2022 году видели и поинтереснее варианты по микрофону. Шумодав, как он здесь работает? Ну, давайте начнем с выключенного режима. Вот сейчас, в данный момент, в принципе, я слышу, как работает оборудование. Но при этом это не вот обычный звук. То есть, чтобы я вот прям так сказал, что вот-вот-вот оно рядом здесь. Нет, уже приглушилось. То есть, они уже отсеивают шумы только чисто благодаря своей форме. Дальше мы с вами включаем шумоподавление. И здесь у нас разбивается сразу на 4 подрежимчика. Сейчас стоит мягкий. Я уже ничего не слышу. То есть, вот даже на йоту не проскакивает звук. Есть режим VNR. Хер его знает, что это такое. Есть режим сильный. Но это уже, наверное, где-то надо в метро включать. И есть режим адаптивный. То есть, он уже сам понимает, что вам конкретно нужно. И вы там выходите с метро, и не надо переключаться. Уже он как бы адаптируется сам под ситуацию. Вот как-то так по шумодаву. Лучше ли здесь шумодав? Да, в принципе, он обычный. Слушайте, за эти бабки он плюс-минус обычный. Лучше ли это, чем в OnePlus Buds Pro? Который я так вам нахваливаю и постоянно советую, что типа это лучшее, что я в этом году тестировал. Ну, наверное, да, чуть лучше. Как будто он здесь чуть-чуть глубже проработан. Что касается прозрачности. Но здесь она плюс-минус одинаковая. Точно так же, как и на OnePlus Buds Pro. То есть, здесь, короче, шумоподавление просто на хорошем уровне. Что касается аккумулятора. Вот я сейчас смотрю, у меня каждый из наушников разрядился на 40%. То есть, у каждого из наушников осталось по 60%. Смотрите, за это время, вот когда я начал их как раз-таки уже греть на обычной музыке, значит, я прям прослушивал нон-стопом. Это было иногда я слушал, иногда я их просто вот так вот оставлял. Мне интересно было, вот сколько они вывезут. 7 часов на максимальной громкости. Главный вопрос под конец видоса. Стоит ли рассматривать эти наушники? Слушайте, а давайте вот вспомним, какие есть конкуренты на самом деле в этом ценовом сегменте. А их немного. Вот какая проблема. Вы хотите пойти в сторону анкера? А что вы там собрались брать? Скорее всего, вам надо метить в анкер Liberty 3 Pro. А анкер Liberty 3 Pro даже на Алиэкспресс стоит примерно около 16 тысяч рублей. Китайцы также еще целились вот в эти вот Sony. Честно, не слушал, но по отзывам говорят, что ни о чем. Якобы предыдущее поколение Sony вот этих вот было поинтереснее. Есть еще Samsung Galaxy Buds Pro. Прошки я не слушал Buds. Но обычные Galaxy Buds у меня, по-моему, обычные были. Ни о чем мне вообще звук не зашел. То есть, ну, типичный масс-маркет. То есть, если мы говорим о этом ценовом сегменте, то на самом деле конкурентов немного. Если у вас стоит задача купить что-то вот в пределах десятки, обязательно рассмотрите этот вариант. Если у вас нет десятки, а есть примерно 6 тысяч рублей, до сих пор топом моим лично остаются OnePlus Buds Pro. Блин, шикарнейшие уши. Единственное, что они чуть-чуть побольше, чуть-чуть более громоздко в ушах смотрятся. Но зато у них есть удобные кочерыжки. И многим эта тема нравится, чем просто вот такие вот обычные бусинки-затычки. Вот такие вот дела. Пишите ваше мнение в комментариях. Очень интересно будет почитать. Ну и также не забывайте, что вот этот вот кейс, абсолютно новый и запечатанный, с этим шикарным звуком уезжает к вам. Все ссылки будут в описании, в том числе, где на Алиэкспресс можно найти эти OneMoreEvo. И там, кстати, не забудьте применить, точнее взять сначала купон у продавца, а потом он уже автоматически применится. На 2 тысячи рублей дают. Я вот прямо сейчас, перед уже когда финалом этим записывать, заходил, смотрел. Купон на 2 тысячи рублей, короче, их практически за девятку можно смело урвать без всяких распродаж. Ну а у меня на этом сегодня и все. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok